Всем привет, дорогие друзья! С вами, как обычно, Вуди. Добро пожаловать на обзор FPS Капа номер 2 Точнее, не Капа номер 2, а карты под номером 2 То есть, стало быть, раунда под номером 2 Нихуя перезаписывать я эту чушь не буду И карта, значит, у нас от Халвара Все мы его любим и уважаем Очень веселый, классный парень И давайте, собственно, посмотрим Сразу, что бросается в глаза, когда мы появляемся, у нас ничего нет Видим другую текстуру, которая, как бы, является сликом И если мы прыгаем, то мы получаем оп на этой текстуре Собственно, давайте просликаем Далее, когда мы пропрыгали, мы находим кнопку Ну, и если мы так прям изучаем карту, то пытаемся бежать назад Здесь ничего нет, на потолку слик, на потолке И все это классно, круто, приятно Но у нас нет выбора, кроме как идти сюда Здесь нас выплевывает как раз таки с другой стороны Где якобы ничего нет, дают нам бесконечное количество плазмы Дают battle suit Сохраняют нам нашу скорость, что означает нам нужно со слика Как можно больше скорости получить и как можно удачнее залететь И далее у нас путь наверх Здесь у нас многогранная такая рампа, про которую мы говорим чуть попозже Проплазмливаем Появляемся здесь С плазмоджампа можно здесь перелететь Ну, либо по стеночке Климбимся, так сказать И здесь нам дают ракету Точнее, не ракету, а ракеты Бесконечное количество ракет Выгоним дальше, дальше по туннелю Прикольная текстура, которая, ну не текстура, точнее, а шейдер забавный Который от, видимо, от вашей позиции работает То есть он типа разрушает стену, чем ближе вы находитесь И по взгляду он тоже работает Он берет координаты, видимо Но это ничего Здесь у нас ракету отбирают Сохранившуюся скорость мы Должны, так сказать, сохранить Далее у нас слик, есть рампочки Есть две ракеты, которые нужно с умом использовать И на этом триггере нам дают еще три ракеты и квад Квад значит И финиш Все, 4 enabled, потому что мало ли что Что по роутам? По роутам здесь, ну так, тоже, скажем, жиденько Единственное место, которое вызывает вопросы Это вот этого трампа Не знаю Нужно было ли делать такую рампу? Я бы сказал, что нет Да, это красиво, но это с точки зрения геймплея Это, ну, чушь Скажем так Будем выражаться, пытаться выражаться мягко Карта, сразу скажу Мне карта понравилась Я ее даже там пару дней поиграл Как вы видите по тайму Единственная претензия у меня к халвару По поводу этой рампы Потому что, ну, не знаю Какой смысл делать такую рампу? Конечно, в топовом роуте она не используется Но Как бы она очень сильно смущает Потому что в целом роуты через нее Можно нормально сделать То есть можно зацеплять какой-нибудь Типа вот эту грань или вот эту грань То есть какие-то повыше, да Чтоб нас чуть-чуть подкидывало И весь путь пролетать по стене Это один из роутов, да Либо мы просто в нее врезаемся Нас также подкидывает на высокой скорости А скорости здесь много Около 1700 Либо мы делаем даблджамп Ну, соответственно Плазмим по этой стене обязательно Клеиваем все дни Делаем даблджамп И летим, собственно, дальше Ну и здесь ГБ Либо не ГБ Как у вас там по спейсингу будет ГБ Плазмаджамп О, выпутики! Выпутики! Вон, допустим Плазмаджамп Либо мы эту штуку перелетаем Можно упасть на рампу Либо просто дальше плазмить Здесь тоже несколько вариантов Когда мы получаем ракету Мы можем либо Идти вперед и делать две ракеты от правой стены Либо Мы делаем граунд буст Так как скорости много Делаем граунд буст И уже от следующей стены Пролетаем При этом Я думаю, что Ну, исходя из того, что я играл И думаю, игроки, которые Прямо плотно поиграли в цп Тоже поймут Иначе Если вы совсем карту не играли Тут сейчас будет сложно Относительно Если у вас Как бы Если мы В обоих случаях Либо если мы здесь перелетаем Сохраняем много скорости Через плазмаджамп Либо мы Полностью по верху проходим И падаем на рампу Что дает нам так же много скорости При граунд бусте налево Можно получить очень много скорости При условии, что мы Так же предыдущий этап Очень хорошо прошли И это нам позволяет То есть у нас В этом случае Если мы делаем граунд буст То у нас следующая ракета Даже вот Вот я стрелял где-то здесь Она будет даже где-то позже Если мы будем стараться Лететь в пол То мы будем Как бы Стикать вот эту вот платформу Тоже непонятно Зачем было Вот это вот сделано То есть это какое-то Ну попозже Ощущение Расскажу В общем-то Как бы вариантов нет Кроме как Чуть-чуть Угол изменить от ракеты И Падать сюда А вот здесь Уже становится интересно Потому что Здесь можно В случае Если мы получили Достаточно много скорости И нам нужно изменять Вот эту ракету Следовательно У нас изменяется спейсинг И можно Под себяшками По тоннелю Точнее Ну Вместо Первой ракеты После арки Скажем Вот эта арка После первой ракеты А после После арки Первая ракета у нас Стреляется не в стену Здесь Потому что Самое оптимальное Стрелять ее здесь Ну либо в эту стену В эту стену У вас уже спейсинг Пойдет по пизде Скажем И Если вы будете Просто спаймить Вы просто врежетесь туда Потому что У вас Скорости здесь много И вот эта ракета Либо ее надо делать Тогда высоко Что неприятно Потому что Далее нам надо По прыжкам четко Посчитать Чтобы Сделать Грандбуст Либо мы идем Либо мы делаем Под себяшку Здесь По внутренней стороне В высоту Скорее всего Да Да Высоту Делаем под себяшку Я просто Не проходил еще Так Я играл Не очень много Но Такие Так сказать Мысли Что делаем под себяшку Здесь В общем-то Летим туда И Следовательно Мы Не только сокращаем Траекторию полета Но и В целом Спейсинг У нас должен быть Хороший Здесь тоже Несколько вариантов Можно Просто Рокетджампом Залетать Но мне Этот способ Не очень понравился Во-первых Он не дает скорости Во-вторых Как-то Ну Ненадежно Да Поэтому Ну Я вообще Рассматривал По итогу Только один Здесь путь Это делать Под себяшку В рампу Мы Врезаемся Здесь В потолок И Прилетаем То есть Переземляемся Аккурат Так сказать Перед Триггером К сквадам И на этом Триггере Сквадам Мы делаем Низкий Рокет Который нам Дает Очень много Скорости Здесь Ну Следующая ракета У нас здесь Здесь мы делаем Граундбуст Сквадам И если нужно Скимим этот угол Нам это не важно Далее Мы делаем Здесь Под себяшку И скимим этот угол То есть У нас максимально Прямая траектория Получается И мы еще Успеваем Сквадам Отстрелиться Здесь Я назвал Четыре ракеты Дают Три Суть Этого роута В том Что мы Делаем Просто Не Тратим Две Ракеты Нет Оружий Не тратим Две Ракеты Перед этим Триггером Да То есть Например Там Рокетджамп Перед Перед Рампой И куда-то Вот Что-то Из этих стен А мы Сразу Стреляем Вот как Видите По выстрелу Мы сразу Стреляем Здесь Стреляем Там При этом У нас У нас Четыре Ракеты То есть Мы На Финише А так Как Финиш Здесь Это В принципе Очень Важно И здесь Важно Прямо Много Скорости Заиметь Тут Не знаю Не знаю Надеюсь Все Понятно Какие-то Свои Мысли Все Что Было Вроде Высказал Ну Единственное Вот Ну Давайте Поговорим Про Карту Глобально Зачем Давайте Будем Задавать Вопросы Зачем Зачем Нам Вот Эта Кнопка Зачем Нам Скажем Многогранная Рампа Вот Это То есть Это Два Уже Момента Здесь Ладно Допустим Здесь Все В Порядке Зачем Я могу Понять Вот Эту Арку То То Сужение Да И оно В принципе Allowable Ты Кстати Оно Нормально Но Я Не понимаю Вот Этот Вот Эту Ступеньку Зачем Ну Ладно И Может Быть То есть Вот Мы Давайте Условно Стреляем Ракету Следующая Ракета У нас Здесь Потом Под себя Шкатут И сюда Складом Все еще Нам Хватает Вот То есть Вот Эти Вот Моменты Которые Я назвал Перед Кладом Три Момента Да Ступенька Задом Наперед Если Идем Ступенька Многогранная Рампа И Кнопка Это все Как мне кажется Искусственное Наращение Наращивание Сложности Оно Абсолютно Не нужно Этой карте Эта карта Уже Достаточно Хороша Просто Для того Чтобы ее Пытаться Чисто Пройти То есть Сам старт По себе Не самый простой Старт Я подразумаю После первого Телепорта Сам Сам Сами по себе Ракеты Там После плазмы Не самые Такие Скажем Простые Да То есть Их нужно Тоже Качественно Очень Сделать Но при этом Все Вот это Как бы Карта Была бы Намного Лучше Если бы Вот этих Всяких Моментов Не было То есть Кнопку Там Не знаю Можно было бы Подальше Например Сделать Потому что Если у тебя Слишком Много Скорости Ты Идешь Слишком Быстро То ты В любом Которая Тебя Подкидывает И Эта Кнопка Она По-моему Как раз У тебя Прямо На Пути То есть Ты В любом Случа В нее Стреляешь И Ничего Почти Не Теряешь То есть У тебя Даже У тебя В голове Сохраняется Это Может Быть Эта Кнопка Может Быть Как-то Усложнена Чем-то Но У тебя Сохраняется В голове Такой Единый Флоу Типа Единый Поток Как сказать Единая Динамика Скажем Потому что Здесь Если мы Что-то Зафакапили Это все Ну ладно Хоть на старте И то Спасибо Если мы Проходим Через рампу Тут тоже Ну Чисто Забей Вообще Пытаться Там Какой-то Угол Себе Который Зависит От скорости Еще Подбирать Что-то Мучиться Ну Такое Такое Себе Решение Ну и Ступенька Это Я не знаю Но Тут Я никому Претензию Наверное Высказывать Выставлять Не буду В том Плане Что Там Может Халвард Там Не Постарался Конечно Халвард Не Постарался Не Зная Карта Карта Конечно Получилось Хорошее Динамичное Но Вот эти моменты Они очень сильно Отбивают желание В целом Играть Ну По крайней мере У меня Я высказываю Еще раз Субъективное Кому-то Вообще Это Там Ступенька Не мешала Но Мы Опять же Говорим Про Высокий Уровень Игры Потому что Ты Либо Либо Ты Стреляешь Обе Ракеты Там Вправо В эту Стену Но Тогда У тебя Очень Сильно Лимитированный Роуд Потому что Если ты Идешь Быстрее То Ты Просто У тебя Вторая Ракета Она Просто Ты Либо Будешь Врезаться В стену Которая Справа Либо Ты Будешь Использовать Не для Скорости А просто Чтобы От От этой Стены Как-то Отодвинуться Отойти Короче Выговор Такой Скажем Заключение По поводу Карты Карта Классная Но Она По-моему Искусственно Переосложнена Если Какие-то Моменты Исправить Я не говорю Что Там Вот Захотел Он Кнопку Я не говорю Что Надо Ее Убрать И Просто Пусть По-прямой Здесь Прыгать Нет Пожалуйста Сделай Кнопку Пусть Здесь Такой Ж высоты Будет Но Пусть Кнопка Будет Вот Здесь Например Чтобы У тебя Это Даже Выкутришником Было бы Намного Приятнее То есть Даже С точки Зрения Выкутри Ты Прыгаешь Прыгаешь У тебя Как раз Где-то Как Ты Прыгаешь Давайте Примерно Вот Мы Такие Прыгаем Прыгаем Вот Мы Здесь Стрельнули И По Стеночке Дальше Идем Пожалуйста Для Выкутри Опять Ж Вот Эта Рампа Она А Дища Полная Не Зану Сделай Сделай Ей Не Зану Зачем Ну Не Столько Грани Сделай Не Задь Двухгранную Рампу Одна Поменьше Одна Понятно Что Вот Так Красиво Но Вот Это Красиво Оно Сразу Теряет Свой Вес С точки Зрения Дизайна Если Оно Никак Не Применимо К Геймплею Если Оно Руинит Геймплей Ну И Ступенька Это Скорее Придирка Как Да Будем Честны Но Ступеньки Вот Такие Особенно Это Ладно ЦПМ Ты Что Там Как Ты Еще Может Там Срулишь Но Вокутри Это Все Сложнее Я Не Уверен Как Там Вокутри Проходят Потому Вокутри Демок Я Не Смотрел Не Видел Не Играл Но Вокутри Это Вообще Ужас Если Если Вообще Дополнительно Тему Вокутри Разбирать Да То Вокутри Понятно Здесь Все Поверху Потому Что Здесь Рампа Во Первых Вот Эти Все Сколько Это Высотой 44 Ладно Я Не Знаю Вокутри Заски Митца Нет Наверное Заски Митца Допустим Вокутри Это Ты Можешь Заски Мить Вот Эта Ступенька Вокутри Наверняка Не Самое Удобное Залет На Слик Вокутри То Здесь Опять Ж Знаю То Сделано Типа Что Она Разломана Как Будто Бы Для Гибкости Но В Определенный Момент Я Там Ну Когда Я Играл Там При Определенном Спейсинге Ты Ни разу В жизни Не Залетишь Либо Не прыгнешь Перед Сликом И ты Всегда Будешь Просто Утыкаться Потому Что Тебе Будет Не Хватать Чуть Чуть Скорости Опять же Это Ну Вот Здесь Да Вот Эта Ступенька То Здесь В любом Случа Кутри Это Просто Жопа Боль Я Не Уверен Что Они Пойдут Через Внутреннюю Сторон Посмотрим В общем Ладно Не знаю По идее Все что я Перечислил На совести Тестера Если Тестеру Так Понравилось Ну Слава Богу Поиграли Такую Карту Еще Рас Скажу Никого Обвинять Ни в чем Не буду Так Ладно Смотрим Демки Смотрим Мы Так как В прошлый раз Мы немножко Зафокапились Мы смотрим Стоп 22 Кутри Это Шихуа Кто не знает Почему мы смотрим Топ 22 Смотрим Значит Комментарии К предыдущему Обзору Где Шихуа 22 Вот это 20 22 Смотрим Смотрим В Кутри Роты Надеюсь Будет Нормально То есть Да Вот Вот Как я И предсказал Вот Нафиг Вот Это Ну Ладно Может Я не прав По поводу Рампы Да И в ЦПМ Типа Очевидно Надо Игнорировать Ну Вообще Не очень Очевидно Хорошие Ракеты Ну Ладно Заски Мил Влево Ну Да Потому Что Тут На Потом Вправо Потому Что Там Стена И Заски Последнюю Да Очень Даже Ничего Комп Ломус 35.0 Ладно Не будем Про Карту Наверное Ну Ну Немножко Пригорает Просто Если Честно Как То Ну Минус Минус Вся Скорость Вику 3 Пожалуйста Неплохие Ракеты Правда Там Ракета В стену На стол Софта Не очень Правильно Хорошая Ракета На Повороте Залетел Сделал Рокет Джамп Зацепил Рампу Также По левой стороне Ракета В никуда И в итоге Без ракет На финиш Ну Что сказать Что сказать Ансельмо Из Паландии Не знал Видимо Что там Слик И об А вообще У него Оба Выключены Очень Жаль Хорошо Очень Хорошо Здесь Пролетел Здесь Без Вариантов Видимо Просто Одной Ракетой Все Пролетается Неплохая Ракета На Повороте Здесь Заски Мил Ракета В рамку Не попала Очень Очень Плохо Так Сыграно Ой Чуть Чуть Не успел Для Ракеты Сквадом Ну да ладно Ну в целом Неплохо Роуты Пока Скажем Одни и те же Здравствуйте Антон Петрович Как ваши дела Я не знаю Ну Вот Антон Кстати Да Я уверен Что многие Напишут Что Ну может И не напишут Но подумают Что типа О ебать Будет Там Начинает Опять Карта Блять Говно Туда Сюда Я не знаю Вот пусть Антон Своё мнение Напишет По поводу Моментов Которые Я перечислил Ну что Вот мнению Антона Я доверяю Ну что Блять Антон Петрович Очень опытный И сам К тому же Маппер Так Одну ракету Оставляет На отстрел Перед финишем Да Ракета В рампу На слике Да Перед квадом Там Конечно Как сказать Трики Плейс IDM 341 Футбан Без бана Ой Без бана Без худа Видимо Играет Ну вот По 2Q3 Прямо оттуда Кнопка Просится А в ЦПМ Как было бы приятно Это же Вот Ты тестишь По идее И это Прямо бросается В глаза Подсебяшка Ну Подсебяшки Не самые эффективные Хороший выстрел На Повороте Хорошо По рампам Пролетел Хотя Ракета После рамп Получилось Не очень Подсебяшку Промазал Сквадом Но Ничего Страшного Судя по всему Хорошо Хорошо Так Акпиу Акпиу Пиу 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 Место Проходить С рампой Ага По внутренней Стороне Пошел Но здесь Он Очень Много Скорости Потерял Очень Много Он Конечно Сократил Дистанцию И Ракету Попал И Заски Мил И В целом Скорость Хорошая На финише Ну Перепод После Слика Не очень Качественно Получилось Очень Не Очень 33,5 Бридж Хорошо Слики На рамке Слишком Какие-то Высокие Ну Давайте Сделаем Здесь Такую Маленькую Ремарку Карт С квадовыми Ракетами Очень Мало И Далеко Немногие Умеют Грамотно Красиво Правильно Их Стрелять И Здесь Это Очень Видно Потому что Например Бридж Будучи Очень Опытным Игроком Очень Сильным Игроком Я бы Сказал Ну Может Он Конечно Мало Поиграл Там И Вот это Но И У Других Ракеты Очень Высокие То есть Там На кваде Можно Прямо Намного Больше Скорости Получать Ашанзи Ой Под себя Школишня Была Перед Стеной Потому что Получилось Что Врезался Прямо В угол Неплохой Вариант Прохождения Рамп И 3000 На Финише Да Да Неплохо Неплохо Микендо Хочу Пить И Вот Этот Кстати Поворот Тоже Дурацкий Там Если Чуть 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 Не так Поплазмился У тебя Минус 300 Псов Заски Мил Кто-то Кстати Просто Я сейчас Думаю Кто-то Сейчас Приведет В пример То что Я сказал В прошлом Обзоре Что Не маппер Маппет Под нас Ну Маппер Маппет Не под нас Что Это мы Должны Адаптироваться Под его Карту Да Но Этот Случай Это как раз Один из тех Случаев Это Вот Моменты Которые Я перечисляю Их быть Просто Не должно Карта Может быть Сложная Хоть Сколько Неудобная Там И И Т. И Т. Сколько Угодно Может быть Сложная Это не Сложность Это Криворукость Маппера Скажем Вот так Либо Криворукость Маппера Либо Не Внимательность Маппера Давайте Посмотрим 32 Ну Прямо Не Криворукость Скажем Либо Не Досмотрел Либо Тестер Не Досмотрел Короче Ну Вот Эти Вот Моменты Они Они Вскрываются На Тесте Это Все Моменты Теста Либо Карту Толком Не Тестили Хотя В целом Ну Она Очень Динамичная Красивая Хорошие Ракеты Кстати Очень Хорошая Карта По Динамике Хорошие Ракеты Заскинул Угол Да Отлично Отлично Так Пользом Странно Что Пользом Где-то Вообще Вот Тут Сколько Это Тоб Десять Примерно Там Тоб Тринадцать Ну В общем Ладно Ну А чё О чём Говорить Ещё Пока Смотрим Одинаковые Роуты Хорошо Пролетел Рампу Хорошие Очень Хорошие Ракеты Две Тысячи Наверняка Здесь Типа Две Триста Надо Или чё Типа Того Сохраняет Один Рокет Чтобы Было Четыре Ракеты Ой Подсебяшку Промазал Подсебяшку Промазал Обидно Но не стал Видимо Да Играть Сколько там 52 секунды Видимо Серёж Рейстар Там Киляется Три Занин Пять Дину СК Еще раз Напомню Я высказываю Исключительно Субъективную Точку Зрения На мой Взгляд У вас Может быть Другая Точка Зрения Если она У вас Другая Это не значит Что Типа Я не Про 31.5 Да Отлично Отлично Face A.K.A. White Хорошая Плазма Отсебяшка Не совсем Понятная Была Этот Скинд Который Там Произошел Не был Особо Нужен Ну Немного Неоптимально Рампы Скорости Мало На выходе А это Face Прямо Face Ой Face Nice run All I can say 31.1 Zonder Очень много Скорости Перед Плазмой Сохраняет Одну Ракету Да Да Очень даже Ничего Ацид Почему Ты Из Ямайки Очень Потерял Потерял На Стрейфе Там Неплохая Плазма Но Тоже Не Самая Оптимальная Мне У Зондера Как-то Ближе По Духу Плазма Ракета Ракета Поздняя Точнее Ракета Слишком Ранняя По Куда Он Устрелял Зато Хорошо На Рампах Пролетел И Одна Ракета Еще Есть Чисто Для Ски Мода Хорошо Кет 36 Тоже Плазма Не Самая Такая Оптимальная Здесь Ракеты Хорошие На Повороте Выстрел Вовремя Хороший Слет Срам Ну Вот Не знаю Вот что-то Мне Вот Это Это Вот Как Я Вот Чувствую Нутром У меня Уже Вот У меня Прям Заигрывает Со мной Вот Это Вот Эти Роуты Все Так Скажем Я Я Вижу Что Что-то Не Так С Ракетой Они Все Неправильные Вот Эти Ракеты Все Они Неправильные Там Другой Роут Я Прям Вижу Ну Либо Не то Чтобы Кардинально Другой Но По-другому Стрелять Их Надо Точно То есть Вот Это Это Чисто Все Что Мы Видели Это Сейв Варианты Это Просто Чтобы Себе Ран Не Убить Я Так Чувствую Скорее Всего Ну Для Кого Это Единственная Нашедшаяся Роут Да Но Мы Опять Ж Говорим С точки Зрения Так Сать Повыше Чем Чем Средний 36 Прокип Очень Хорошо Клазму Пролетел То Что Рампу Не Зацепил Боковую Которая Скорости Сохраняет Оно Конечно Немного Неправильно То есть На этом Очень Много Потерял Очень Хорошо Прошел Рампы А и Ракеты Тоже Жиденько Очень Жиденько У Прокип Поп Здесь Ракеты Ну Молодец Играешь В Ку-3 В любом Случае Так Гопер 30 0 Интересно Здравствуйте Гопер Без Прыжка Со Слика Он И Ненужен Потому Прыжок Хуинит Спейсинг Я Так Понимаю Пазма Не Не Очень Не Очень Плазма Зато С Рампочкой Боковой Сохраняет Себе Скорость Много Много Скорости Спейсинг Нормально Получился Выстрел Хорошо Естественно Очень Качественно Отстрелился Ну Скорости Видали Побольше Но В целом Очень Очень Даже Хорошо Топ 5 Между прочим Поздравляем Гопера Стоп 5 Поздравляем Степана Точнее Степан Ну Степ Поздравляем Шажка С Топ 4 Угол С плазмы Был какой-то Странный Не самый Оптимальный Очень Много Скорости Здесь Очень Качественно Зря Ракету Воздух Давал Теперь Он потерял Типа Упсов 200 Или около Не Самый Оптимальный Рэмп Ну Самый Быстрый Мне кажется Как Гопер И Проки Поп Делал Вот Это Самое То И Финиш Достаточно Достаточно Хороший 29 Лайки 29 2 И В И Ку-3 Я уверен Тоже Побыстрее Построфиш И Запинаться Начинаешь Ну Слишком Высоко Как-то Настолько Высоко Не нужно Потерял Там Я думаю Скорости Из-за того Что угол Мог быть Получше Хороший Зато Ракеты Хорошо Здесь Залетел Потерял Две Ракеты Получается Что Одна Остается Не знаю Ну Мне кажется Сохранять Одну Ракету А Получается Нет Не сохранять Ракету А делать Рокет Джамп А потом Стрелять От Рампы Как у Гопера Это Вот Самый Такой Мне кажется Оптимальный Вариант Если Просто Хотеть Быстро Если Хотеть Сильно Топ Три Лайки Кстати Поздравляю Если Хотеть Сильно Сейчас Мы Посмотрим Ксас 28.9 У Ксаса Тоже Там Вообще Времени Нет Вообще Не Играет Очень Много Скорости Плазма Не Оптимальная Плазма Надо Мне кажется Вику Три Точно Одним Потоком Все Проходить Потерял Скорости На Повороте Либо Вот так Да В пол Потолок Интересно Интересно Но Мне кажется Все Еще Это Где-то Близко Я Чувствую Я Близ Дефрагер Ская Чутье У Я Я Чувствую Что Этот Роуд Уже Где-то Близко Но Это Не Очень Это Не Оптимально То есть Это Быстро В целом От потолка Отстрелиться Сквадом Очень Классно И Быстро Но Это Не Оптимально Поздравляем Топ 2 Сасса Поздравляем Дельту Стоп 1 28 1 Давайте Посмотрим Вот Одним Потоком Тоже Высоковато По-моему Как-то Слишком Пролетел Можно Было Побыстрее Очень Хороший Отстрел От потолка Там Ну Не Не знаю Мне кажется Вы кутришники Не нашли Роуд На финише Я буду Думать Что не Нашли Потому Что Все Что Я Увидел Оно Конечно Классно Но По-моему Оно Слабенько Ну Что Переходим К нашему Топ 22 А именно Смотрим Хендри Который Был Ну Для тех Кому Лень Читать Комментарий К Придущему Ролику К Предыдущему Обзору Озвучу Вкратце Здесь Я смотрел Топ 20 На том Обзоре Но Суть В том Что Там Было Два Топ 20 А я Типа Посмотрел Только Один Топ 20 Тем более Первое Смотрел В ику 3 Это Как Произошло Я Когда Скачивал Я Особо Результаты Не Смотрел Ну Мы Смотрели На Обзоре Ну Естественно Там Глазом Так Мельком Если Проглядывать Ты Не Зацепишь Что Там 2 Топ 20 И Когда Вот Этот Список Мы В ику 3 Открыли То Тут Четко Топ 20 И Ну Короче Поняли Да Хенри Был Топ 20 Вторым Топ 20 Поэтому Мы Смотрим Топ 22 Чтобы Покрыть Так Сказать Моральный Ущерб 24 4 Почти Почти 24 5 Неплохой Слик Ну В целом Давайте Так Если Слик Там 1000 Не знаю 90 Плюс Это Неплохой Слик И На этом Застрять Так Сать Не будем Потому Что Слик Он В Африке Слик Ну Кстати Очень Даже Ничего По-моему Очень Даже Ничего Каркиус 24 3 Ну Можно было Пободрее Слик Потерял На Отклеивании Со Стены Там Скорости Поворот Здесь Не очень Оптимальный Надо было Пораньше Под себя Это Конечно Хорошо Но Не Получилось А так В целом Отлично RDDPY Слишком Широко На старте На Слике Получилось Так Не Оптимально Так Делать Не Нужно Одним Потоком Две Ракеты В одну Сторону 2 600 На Выходе Ой Слишком Угловато Слишком Угловато Не Оптимально Не Оптимально Но Быстро Капкорб 23.9 Блин Я опять Забыл Демки Очень Хорош Слик Я опять Забыл Демки Капкорба Попросить Демки Ботах Ну да Ладно Я думаю Ничего Страшно С руки Джампом И от потолка Ну не Это конечно Ну в целом Я думаю Капкорб Руководствовался Так сказать Теорией Что нужно Сохранять Здесь максимально Прямую Траекторию Но при этом Делая Делая Так стать Рокетджамп И просто Не получаешь Ничего Кроме высоты Поэтому Это Трата Рокета Сквадом Впустую 23.9 Лан Хололей Неплохой Слик Одним Потоком Тоже Неплохой Вариант Почему бы Нет Но скорости Маловато На выходе Ну на выходе Надо Ну 3000 Плюс Точно Под себя И ракета 4.700 Очень Даже Ничего 23.8 Соп Стало быть Что это мыло А Нет Мыло это Суап А соуп Это Суп Воу Воу Резкий Парень Гляньте Гляньте На него Тоже Под себя Ну Это Не знаю Может быть То что я Говорил Что там Может то что Я наговорил По поводу Роута Там я Никтошка И был Неправ Потому что В целом Да Это под себя Там ложится В туннеле Но она Ложится Наверное Только в том Случа Если мы Две ракеты Стреляем Справа А если Мы стреляем Справа ГБ И потом Переходим Сразу На левую То наверное Следующая ракета Должна быть От правой стены После арки От правой стены И наверное Граунд Буст Наверное Да Торнер 23.6 Ну да ладно Ну я Перешел В теоретический Дефак Очень хорошо Пролетел Использовал Рампу Ну рампу Не Не оптимально Вообще Туннель Почти не Вообще Стены Почти не Использовал Это Очень плохо Подсебяшка Хорошая Но Как-то Две ракеты На финише Осталось Ну низ Очень Очень Странно Очень Странно Не по Дефрагерски Как-то 23.5 С газы Да Почему бы И нет Вот оно Примерно Так и Выглядит Только Побыстрее Вот Вот Ну Ну Если не Считать Что Как бы Угловато Слишком Получается То Очень Даже Очень Даже Хороший Роуд Так Это у нас Фейз Хеллоу Фейз Три.5 Слишком Кинда Слоуу ПГ Speed Is Good But When You Get Out Of The Wall You Lose A Lot Speed You Have To Work On It Rockets Are Fine The The Outcome Speed Kind of Slow But Still Good And Finish Decent All Everything Everything Is fine Don't worry about it Так 23.4 Пузо Пузо Жив Посмотрите на него Интересная плазминка Очень Интересная Рампа Не Оптимальна Скорость На выходе Маленькая Рокет Джамп С рампой Потерял Скорости Стрелял Ракету Об рампу Потерял Скорости Слишком Угловато Потерял Время Прости Финляндии Вот 3.0 Hibescale Report Ну Не Ну Это Бан Он Вообще С Форвардом Очень Много Скорости Очень Быстро Здесь Все Пролетает Две Ракеты Видите Вторая Ракета Она Какая Обрезанная Получается А если Ты Еще Быстрее Идешь Она Еще Обрезаннее Это Не Такой Ролд Не Мне Кажется Не Прокипов 22.9 Ну Тут 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 Понятно Я думаю У всех ФПСов Будет Так Скать Ну Это Пытался Как Нибудь Красиво Сказать Ну Один Роуд У них Короче Что Тут Смотреть 22.8 Широсаки Исполнение Разное 2 Роуд 1 Немного Неоптимально Свиг Прошел Но Вот Эту Ну Рампа Неоптимальна СГБ Ну Может быть Еще Как-то На скорости Все равно Мало Поэтому Этот Роуд Мы Не Особо Рассматриваем Для Высших Так Скоростей Вот 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 Только Вот Побыстрее И Успеваешь Еще Последнюю Ракету Складом Тоже Отстрелить То есть Примерно То О чем Я говорил Про Конец Роуд Про Финиш Но Исполнение Естественно Оно Должно Быть Почетче Чтобы Плюс Естественно Был Четче Так 20 24 Найт Хороший Слик Сразу Зажимает Стрелять Хорошо Пролетел Плюс 80 И 100 Две Ракеты От Ну Здесь Мало Скоро 2 800 Мало На выходе Ну Типа Да Но Нет Ну Демки Пока Ну Мы Смотрим Одни И Те Ж Роуты Я Не Знаю Если Вдруг Кто-то Захочет Если Меня Почему-то Смущает Что Я Говорю Одно И Тоже Я Не Знаю Почему Если Вас Это Не Смущает Я Не Знаю Почему Но Меня Это Смущает Я Хочу Объясниться Перед Самим Собой Что Мы Смотрим Одни И Те Ж Роуты Поэтому Ничего Нового Не Скажу Ничего Другого Ничего Такого Не Скажу Так Москал Хорошо Пролетел Много Скорости Видно Откуда Руки Растут Так Сать Да Да Ну Видно Откуда Растет Молодец Сделано Неплохо Можно Было Конечно Побыстрее Так Вриф Здравствуйте Вриф Hello Из USA Ну Карта Карта Очень Классная Как бы Ее Вот Доработать И Будет Прямо Где-то Может Быть Даже Что-то Посложнее Можно Сделать Под себя Не Стал Просто Рокетом Назад Стрельнул Очень Хорошо Очень Красиво Хаст Хавары Артем Михайлович Давайте 1200 Почти На входе Плюс 112 Красиво Плюс 200 Ля Ну Там Чуть Чуть Больше Скорости Начинаешь Получать И Все Забей Там Там Это Сущая С ракетами Начинается Ну Может 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 Но Потолка В Ику Три Я могу Понять Такое Решение Потому что В Ику Три Там Сложно В целом Контролировать Это Все Дело Но В ЦП От Потолка Это Не знаю Это Трата Вертикальной Скорости Вместо Горизонтальной То есть Ты Получается Вместо 300 Упсов По Горизонтали Ты Берешь 300 Упсов По Вертикали А тебе Ну Тебе Горизонтально Быстрее Двигается А не Вертикально Не знаю Ну Это Странно Само По себе Потолок Используется Само По себе Там Странно Я Когда Такую Маленькую Историю Расскажу Когда Ребята Начали Уже Играть Я там Посматривал Демки И Ксас Очень Сильно Хотел От потолка И Может быть И другие Но я За Ксасом Наблюдал Очень Сильно Хотел От потолка Стрелять Я уже Тогда Заподозрил Что Что-то Там Не то Роуд Там Не такой Не потолок Ну Естественно Потом Разобрались Так Сказать Так Рейн 21 6 Ну Разве Что Может быть Вот так Но Это Опять же Получается У тебя Две Ракеты Они Типа Неполноценные Ты просто Высоту Их Тратишь А роуд Хороший Но Прохождение Хорошее Молодец Топ Трикс Сас Очень Качественно Через Рампу Не Оптимально Очень Оптимально В итоге Здесь Мало Скорости И на выходе И на выходе Еще Заски Мил Еще И врезался Очень Мало Скорости Вот Примерно Вот так Надо Вот 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 Это Мои Ребята Молодец Сас Молодец Так Гоблин 28 Очень Много Скорости Ну Не знаю Не знаю Мне кажется Нет Мне кажется Этот роуд Нет В целом Да Ну Финишу Да Такому Я бы Сказал Да Но Мне кажется Уксаса Он во-первых Попроще Делается Потому что Вот это То что Там Происходило Оно Насколько Я могу Видеть Оно Не очень Оптимально По чекам Плюс Минус То же Самое Уксаса Еще и Быстрее Можно За счет Подсебяшки Так что Ну Не уксаса Будем Греть У нас У нас У ребят У тех Кто Старается Не то Что Вот эти Вот Вот здесь У базы Уже Другой Разговор В принципе 3100 Нормально Но А у них Вообще У них Финиш Другой Ну Либо Не то Чтобы Другой Там Скорее Всего У них Есть Вариация Так Сына По Тому Как Ты Идешь Ну У любого Нормального Человека Должна Быть Определенная Не Человека Скажем Дефрагера Да У любого Нормального Дефрагера Должна Быть Вариация Роутов Относительная Вариация То есть Глядя на то Как ты Идешь Какие ракеты У тебя Получаются Типа Как Роут Складывается Потому Что Не все Мы же Не роботы Мы не можем Делать Все Одинаково Вот Глядя На Так сказать На Аутком Последствий Мы Принимаем Решение Там Либо Как Гоблин Стрелять От потолка Либо Как Баз Стрелять Ну Идти Понизу Стрелять От стены Мне кажется Гоблина В этом Плане Получше Но База Ракеты Получше Но У них Разница Не слишком Большая Я думаю Если Взять Я думаю Знаете Что Если Взять Давайте Возьмем Старт До Ракеты Ну ФПСов Вторую Часть Возьмем Нашу Где Ракеты В туннеле И Третью Часть Возьмем Нашу Старт Короче Да Только Старт Получается Берем ФПСов И получаем 25 Вот такая История Ребят Ну Ладно Это все Лирика Переходим В В результаты Отправила демок 35 Вку3 57 ЦПМ Естественно Все мы Смотреть Не будем Потому что Мне Последнее время Очень ценно Мое Свободное Время Такие вот Результаты Спасибо всем За участие Отправляйте Демки Ишо У нас здесь Третий раунд Который я еще Не играл Записываю я В субботу Я не знаю Следующий обзор Я скорее всего Буду писать Знаете Когда Не знаю Не буду Ничего Говорить Не знаю Буду писать Может быть Следующую Субботу Буду писать Короче Я Эту карту Даже еще Не играл Ничего сказать Не могу Но так Как там Мидкид Исходя Из того Что я Почитал Лучше Бы Наверное Эту карту Не знаю Я Не совсем Не могу Сформулировать Мнение По Комментариям Которые Я видел У нас В дискорде Поэтому Ну В командном Дискорде Не в общем В общем Там Что читать Короче Ладно Ну Мидкид Играйте Есть Граната Плазма Ракета Остался Один день Пожалуйста А еще Шафт Есть Только Здесь Шафта Нет в оружии А здесь Есть Шафт Очень Интересно Ладно Ну В общем То Все Всем Спасибо За Просмотр По Поводу Стримов Там По Могу Кто-то Спрашивал Я могу Постримить Иногда Но я не буду Стримить Тефраг Я буду Стримить Либо Авервотч Либо Что-то Еще Если Если Вы Хотите Чтобы Приобщение Культуре Немного Иного Рода Если Вы Хотите Чтобы Я вообще Хоть что-то Стримил Пишите В комментариях Тогда Чтобы Я знал Потому что Иногда Есть Реально Желание Постримить Но Не Очень Хочется Стримить Тефраг Потому что Многие Будут Гадости Мол Почему Не Дефраг И Вот Это Все А Этого Не Очень Хочется Читать Поэтому Короче Пишите Своё Мнение Стримить Хоть что Или Не Стримить Вообще Можно Вообще Так Сто Видосики Пилить И Все Так Что Такие Дела В общем То Ладно Всем Спасибо Ставьте Лайки Подписывайтесь На Канал Обязательно Подписывайтесь В Телеграм Все Последние И Необходимые Новости Будут Написаны В Дефраге По поводу Обзоров По поводу Стримов И прочего На этом Все Уже В который Раз Всем Спасибо Всем Удачи Всем Пока Субтитры 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 Продолжение следует...